Друзья, всем привет! У нас сегодня внеочередной выпуск, а внеочередной он потому, что на улице минус 20, и мы хотим рассказать, как мы тут в эти минус 20 с нашим тепловым насосом и вот с нашей старенькой машиной выживаем. Вы не любите это слово. Что происходит? Сейчас пойдем заводить. Сейчас Ваня пойдет заводить. Сегодня понедельник. Последний раз я машину заводила в пятницу вечером. А все эти дни было где-то минус 16. Вот она стоит. Сейчас будет веселый квест по заводу автомобиля. Надо в магазин кушать хочется. Что, примерзла? Да. Она примерзает, да. Есть такое. Да, блин. Неинтересный контент вышел. Сейчас еще сцепление отпущу. Все. Работает. Самое интересное, что машина это 2007 года, и у нее до сих пор стоит родной аккумулятор. Представляете? Он вот такие морозы еще даже крутит. У него еще как-то странно реализована система зарядки, потому что я так подозреваю, что повышенное напряжение выдается, и поэтому аккумулятор так долго прожил. Но есть и минус этого всего действия, что очень часто горят лампочки оптики. Соответственно, ближний свет просто перегорает из-за того, что слишком высокое напряжение. Но при этом все остальное работает замечательно. Другие лампочки не страдают. Нам тут Гесметио обещал. А, Гесметио обещал минус 35. Ну, Алла верит Гесметио, хотя все над ней смеются по этому поводу, в том числе и я. У меня есть куча других сервисов, по большей части всякие зарубежные, типа Интелликаст там и прочее. Они такую погоду не обещали. И Яндекс не обещал, никто не обещал, и Гугл не обещал. Ну, Алла 35 увидела, у нее паника, а вдруг мне в магазин, а вдруг мне что, а как я поеду, а если не заведется. А вдруг я замерзну. Заводится нормально все. Мы сейчас ездим в магазин и расскажем еще, как нам в доме живется при минус 20. Да, еще дом поснимаем. Ну, тепловой насос пока работает. Думаю, у нас дела обстоят примерно следующим образом. На улице у нас сегодня были морозы, вот, 21 с лишним было. Вот, и на ночь у нас убавляется скорость вентилятора кондиционера, чтобы он меньше шумел. Соответственно, греет он от этого хуже. Из-за этого дом остыл настолько, что, ну, как бы в спальне всегда комфортно, но первый этаж остыл настолько, что с утра, когда включилась большая скорость кондиционера, то ему было достаточно сложно догреть до нормальной температуры. И потом уже вылезло солнышко, и где-то часов с 11 начался интенсивный нагрев уже солнцем. И они вместе с кондиционером согрели дом, все замечательно. Сейчас на улице что-то градусов 18, по-моему. Вот, в доме тепло, хорошо, комфортно. Классно. Пока справляется. Но мне кажется, что если будут морозы еще сильнее, то, во-первых, надо не уменьшать скорость вентилятора, даже на ночь, и либо уже включать какой-то догрев. У нас, в принципе, есть электрические нагреватели, там обычные масляные радиаторы. Есть еще, этот, типа, ветерка с керамическим нагревателем. Можно будет его включать. Ну, я думаю, что если понадобится, будем их задействовать. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ